Приветствую вас, друзья! Меня зовут Дмитрий Пархобенко, я заведующий сектором мультимедийных программ музея. В музее мой любимый экспонат – картина Петера Понхеса «Переправа через Белезину». Это полотно содержит немало деталей, порой малозаметных, но за каждой из этих деталей скрывается целая история. Итак, сюжет полотна повествует о сражении на реке Белезина в конце ноября 1812 года. Битва, которая продолжалась четыре дня с 26 по 29 ноября, для Наполеона Бонапарта стала настоящей катастрофой. На переднем плане мы сразу замечаем солдат великой армии. Эти люди измождены, напуганные, среди них много раненых и больных. Среди заснеженных крестов мы видим лежащего на снегу раздетого мужчину. Скорее всего, это французский солдат, с которого сняли одежду сослуживцы, которые спасались от убийственного холода. Зачастую это происходило, когда бессиленный солдат падал на снег, не в силах идти дальше, но при этом, конечно, он был еще жив. К сломленному дереву прижали солдаты старой гвардии в высоких меховых шапках. Они ощетинились штыками и готовятся принять свой последний бой. Но казачий офицер жестом руки призывает их сложить оружие и не вступать в бессмысленное кровопролитие. А позади казачьего офицера башкирская конница, которая входила в состав русской армии. На них традиционные красные шапки, отороченные мехом кольчужные шлемы и луки со стрелами, за которые французы их прозвали Северными Амурами. Итак, башкирский всадник с интересом всматривается в брошенную телегу, набитую, как мы видим, всякими ценностями. И несмотря на строжайший запрет Наполеона, великую армию, как мы теперь понимаем, сопровождал огромный обоз, набитый награбленным в Москве добром. Многие французы до последнего надеялись сохранить эти трофеи. Углубляясь в перспективу полотна, мы замечаем, что мосты через реку Березина горят. На переправе страшная паника, давка. Люди бросаются в ледяную воду в попытке переплыть ее вплавь. Всадники буквально прорубают себе путь сквозь толпу. Ну, а другие облеченные люди смиренно ожидают своей участи. По разным подсчетам, во время сражения при Березине, великая армия потеряла от 30 до 50 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. В 1844 году российский император Николай I заказал художнику-буталисту Петеру фон Хессу картину «Переправа через Березину». В нашем музее представлена копия с работы художника Петера фон Хесса, которую написал неизвестный художник в конце 19 века.